Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ. Вы смотрите очередной выпуск программы «Полицейская служба» в телестудии Департамента полиции Алматинской области журналист Антон Хатиновский. Смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. Маршруты пеших патрулей полиции охватили 80% территории города Талдыкурган. Доездились. С этого года к нетрезвым водителям будут применяться самые жесткие меры наказания. Очередной любитель погонять под шофе может присесть в тюрьму лет на пять. Киллер задержан. В качестве подозреваемого в материалах уголовного дела по факту убийства военнослужащего в Талдыкургане фигурирует его сослуживец. А теперь об этом и другом более подробнее. Новшества в охране общественного порядка. Теперь пешие патрули полиции можно будет встретить не только на центральных улицах, но и во дворах, где будут отныне пролегать маршруты стражей порядка. Во время гарнизонного развода комплексных сил правопорядка начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудибаев отметил, что появление пеших патрулей полиции, в которых задействованы почти все строевые подразделения, будет уже профилактикой. До сведения патрульных групп перед заступлением на службу были доведены ориентировки на разыскиваемых лиц. Напомнили и о необходимости быть предельно вежливыми и внимательными при общении с гражданами. Под контроль пеших патрулей взято почти 80% городских территорий. Только в прошедшем разводе приняли участие свыше 200 полицейских. Нами была проверена ситуация в городе Талдыкурган и разработаны дополнительные маршруты патрулирования. На сегодняшний день у нас на сегодняшнем разводе заступило 60 патрулей, в число которых входит 60 сотрудников Департамента полиции Алматинской области и 120 военнослужащих национальных гвардий. На сегодняшний день разработано 150 маршрутов по городу Талдыкурган. На постоянной основе в течение 5 дней каждой недели, с 5 до 23.00 мы будем нести службу по охране общественного порядка. Если говорить в целом в масштабах области, то всего по ее территории разработано почти 300 маршрутов патрулирования. Из них 125 автопатрулей, 2150 пеших маршрутов и 5 модульпостов. Только по городу Талдыкурган разработано 60 маршрутов, в их числе свыше 40 пеших и 12 автомобильных полицейских патрулей. Превентивные мероприятия и оперативность – залог успеха в полицейской работе. На территории области стражи порядка проводят сразу несколько ОПМ по различным линиям служб. Особое внимание к участникам дорожного движения. На территории всей республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Бурышкер». Только за 4 дня было взыскано в бюджет государства административных штрафов на сумму свыше 3 миллионов тенге. Как показывает практика, многие автолюбители, нарушившие правила дорожного движения и получившие за это административное взыскание в виде штрафа, не спешат его оплачивать. У некоторых суммы денежных взысканий зашкаливают за сотни тысяч. Вместе с полицейскими, вооружившись своими базами данных, на дорогу вышли сотрудники региональной палаты частных судебных исполнителей и департамента государственных доходов. Останавливаются водители автомашин, у которых имеются неоплаченные административные штрафы, неисполненные штрафы по налогам и так далее. Настоятельно просим водителей, имеющие неисполненные административные штрафы, либо задолженности по налогам, оплатить кратчайшие сроки. В результате было вынесено 253 передписания на общую сумму почти в 3 миллиона тенге. За 4 дня исполнено 164 постановления, а 12 транспортных средств водворены на специализированные платные стоянки. Это законная мера по отношению к должникам, которые заберут свое авто только после погашения всех задолженностей и услуг спецстоянки. Почти 20 минут пришлось гоняться патрульным полицейским на своем служебном автомобиле по заснеженным дорогам за внедорожником, управлял которым нетрезвый водитель. Все происходящее беспристрастно фиксировало камеру, установленную в машине у полицейских, которые неоднократно пытались уговорить водителя остановить джип. Однако он на это никак не реагировал и продолжал давить на акселератор. Как и следовало ожидать, при такой скорости в какой-то момент автомобиль занесло на скользкой дороге и он уткнулся в сугроб, где стражи порядка и скрутили нарушителя. Как выяснилось, ранее 40-летний мужчина в октябре прошлого года привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и решением суда был лишен водительских прав сроком на три года. Теперь за повторное нарушение ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Подозреваемый оказался охотником, имеющим в собственном пользовании три единицы огнестрельного оружия, разрешение на которое теперь правоохранители временно аннулируют. Протрезвевший водитель уже осознал серьезность своего нынешнего положения и решил обратиться к автолюбителям с соответствующими пожеланиями. Так, я был лишен 13 октября права за НС. Буквально несколько дней назад выпивший опять сел за руль. Просто не понимая ответственности, нужно было доехать домой. И вот меня задержали сотрудники полиции. Хочу сказать всем водителям, что понимали всю ответственность и вообще не садились за руль в выигрышном состоянии. Не губили ни свою жизнь, ни чужую. Это очень большая ответственность. С начала года в Алматинской области задержано более 90 водителей, уличенных употреблением алкоголя при управлении автотранспортом. 15 из них привлекаются к уголовной ответственности за повторность ранее допущенного правонарушения. 18 нетрезвых водителей выявили на дорогах Алматинской области за двое суток проведение оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Его проведение началось с 12 февраля по всей территории Республики Казахстан. Целью является профилактика дорожного травматизма и усиление эффективности контроля за дорожным движением. Только за одни сутки было выявлено 938 нарушений ПДД. Из них 12 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Составлено 43 протокола в соответствии со статьей 612 часть 1 КОАП РК за управление транспортными средствами лицами, не имеющими прав на его управление. Оформлено 86 протоколов за превышение скорости, 97 за нарушение правил пользования ремнями безопасности. Привлекли к ответственности и 135 недисциплинированных пешеходов, нарушивших пункты статьи 615 КОАП РК. Департамент полиции Алматинской области призывает всех участников дорожного движения не нарушать правила дорожного движения, быть бдительными на дорогах и проявлять взаимное уважение, соблюдая скоростной режим. Департамент полиции Алматинской области призывает всех участников дорожного движения, Департамент полиции Алматинской области призывает всех участников дорожного движения, А теперь криминальным темам. В Талдыкургане оперативно задержаны подозреваемые в вооруженном разбойном нападении на экспедитора. В качестве подозреваемых в материалах уголовного расследования выступают двое талдыкурганцев. 29 января в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на экспедитора одной из городских торговых компаний, которому двое неизвестных нанесли ножевое ранение и завладели наличностью на сумму около 1 миллиона тенге. Поднятые по тревоге полицейские в течение нескольких часов установили и задержали подозреваемых в тяжком преступлении. Установлены и задержаны двое жителей города. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 192, часть 2 Уголовного кодекса Республики Астан, то есть разбой. На сегодня оба подозреваемых подворены изолятором временного содержания в управлении полиции города Талдыкурган, которые дали признательные показания. Получивший в результате нападения ножевое ранение экспедитор доставлен в больнице, где ему проведены все необходимые мероприятия. Задержанные лица будут проверены на причастность к совершению аналогичных преступлений. Досудебное расследование продолжается. Согласно уголовного законодательства, разбойникам грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Почти месяц потребовалось стражам порядка на раскрытие тяжкого преступления, совершенного в областном центре. Это убийство получило большой общественный резонанс. Данное происшествие имело место в микрорайоне Каратал вечером 24 декабря прошлого года. В городскую полицию поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины с признаками насильственной смерти. Прибывшие на место происшествия следственная оперативная группа подтвердила информацию, которую дополнили подробностями о том, что мужчина погиб от огнестрельного ранения в голову. Потерпевшим оказался 36-летний талдыкурганец, проходивший службу в одной из воинских частей. Возбуждено уголовное дело по статье 99 Уголовного кодекса Республики Астан, то есть убийство. В ходе проведения оперативно-расследовательных мероприятий было установлено задержанное подозреваемое, которое оказалось военнослужащим. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства по уголовному делу. Подозреваемый водорен изолятор временного содержания, проект ст. 28 Уголовного процессуального кодекса Республики Астан. В интересах следствия полицейские пока не разглашают всех деталей совершенного преступления. Мотив убийства скрыт под определением личные неприязненные отношения. Орудие преступления, обрез 16-го калибра, найден в реке Каратал и приобщен к материалам дела. В ходе спецоперации, проведенной областным управлением по противодействию наркобизнесу, совместно с сотрудниками патрульной полиции, из незаконного оборота изъята крупная партия наркотиков. Оперативные мероприятия были организованы на трассе Алматы-Бишкек, где на 97-м километре задержана автомашина Понтиак, у пассажира которой в присутствии понятых обнаружено и изъято 4 килограмма 627 грамм марихуаны и 5,52 грамма гашиша. Задержан 43-летний житель Жамбылской области, который следовал на такси в качестве пассажира. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств. Начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 296 части 4 Уголовного кодекса Республики. Подозреваемый помещен под стражу ВВС Жамбылской районной полиции. На этом очередной выпуск программы «Полицейская служба» подошел к своему завершению. Будьте бдительны и помните, что только сообща мы сможем навести общественный порядок. Но если с вами что-то произошло, либо вы стали очевидцем про внушение, либо преступление, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102, либо по номерам телефонов соседского присмотра вашего региона. Но если у вас есть вопросы по работе полиции, присылайте их на наши электронные адреса, которые вы сейчас видите на своих телевизионных экранах. До следующих встреч в эфире телеканал ЖТСО. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok